Девушки отдыхают В отличие от Надежды Бетюцкой, Ирина Куприянова успела оформить свою дачу в собственность по новым правилам. Выделила кадастровые границы в натуре, но боится, что в следующий свой визит увидит здесь могилы и кресты. Утро пришли на кладбище и говорят, а что вы тут, тут же кладбище, что у вас тут домик? Я говорю, девушка, ваша могилка на чужом участке. Девушки вообще были в шоке. Анна Красавина хозяйка крайнего участка. Говорит, что последние 10 лет без корвалола сюда не приезжает. Вот здесь стоял туалет. Его ломают, выкорчевывают все. Вот здесь стоит гроб с человеком, а отсюда выкачивают воду. Ну я же не могу, я же тоже человек. Когда стоит гроб, люди сейчас будут хоронить. Ну и повернулась и ушла. Все дачники в один голос твердят, до появления кладбища здесь был настоящий рай. Экологии можно было позавидовать. Вот в такие резервуары из родников собиралась вода и по трубам поступала в дома. Сейчас эту воду опасно использовать даже для полива, ведь в ней наверняка есть трупный яд. Дачники говорят, что зачастую гробы опускают прямо в ямы с водой. Сейчас из-под надробных плит пробиваются ручьи и стекают к морю. Здесь подпочвенные воды, здесь родники сплошные, здесь вообще нельзя было делать кладбище. Это же нарушение экологии, все идет в море. Галина Никонова прописана в своем домике в дубках и живет здесь круглый год. В хозяйстве выручает дождевая вода, как будто и не было в дубках цивилизации. Дождевая, то, что вот с крыши натекает, да, и в емкость. То есть вы ее пьете, поливаете или как? Живем на ней, и пьем, и едим, и стираем, и моемся. Еще одна проблема, говорят люди, на дачах стало страшно находиться по вечерам. Вместе с могилами на участках появились бомжи. Они устраивают драки, разворовывают и сжигают домики. Вот внизу дача горела. Зашли в домик, просто костер посреди дома зажгли. У кладбища нет забора, нет санитарно-защитной зоны, есть кадастровые границы. На бумаге. Но в реальности два мира, мертвых и живых, не разделяет ничего. Местные жители говорят, что кладбище давно вышло за кадастровые границы. По сути, эти захоронения незаконные. Сейчас мы спросим в администрации кладбища, кто разрешил копать могилы на дачных участках. В администрации кладбища мы нашли только женщину-продавца ритуальных товаров. Она выдала телефон бригадира, который сначала согласился встретиться, а потом передумал и сказал, что ответит на вопросы по телефону. Люди приходят, если им нравятся, мы там производим захоронение. Мы на дачных участках не производим захоронение. Там, где дача, там захоронение не производится. Мы приехали в администрацию города Туапсе. Ситуацию разъяснял замглавы города Максим Кривопалов. Он рассказал, что специалисты выходили на место и зафиксировали реальные границы кладбища. Вот видите, где-то есть зелененькое. Мы просто скорректируем и сделаем так, чтобы у нас земельный участок будет той же площадью, но чуть-чуть в других границах. Мы написали письмо еще раз, очередной лесонт, для того, чтобы можно было все-таки сформировать земельный участок. А получается кладбище внутри лесного хозяйства? У нас город находится внутри лесного хозяйства. А они с вами не конфликтуют по поводу того, что там кладбище находится? Мы им письма писали, но пока понимания нет. Максим Кривопалов говорит, что проблеме больше четверти века. И решить ее одним махом не получится. Вопрос о компенсации тем дачникам, чьи земельные участки попали в зону захоронения, будет решаться в индивидуальном порядке. Будем уже вести диалог в части. То, что они хотят. То, что, опять же, возможно, в соответствии с законодательством выйдут. То есть я не могу пообещать, что мы завтра купим квартиру или дадим твой земельный участок. То есть мы в каждом конкретном случае будем подходить в соответствии с законом. Спустя 20 лет после вмешательства журналистов, дачников из садоводческого общества «Дубкин» наконец-то услышали в администрации города Туапсе. Сразу определились реальные границы кладбища, составлено смета на ограждение. И чиновники даже пообещали выделить деньги на строительство забора. Будем надеяться, что проблема сдвинулась с мертвой точки. Анастасия Боровикова, Виктор Чаусов, Туапсе. Субтитры создавал DimaTorzok